Всем привет! Продолжаем играть и больше не играть, а зачитывать на данный момент книгу Совершенный Код. Кто еще не купил, купите и читайте, и не слушайте все, что я тут мямлю во время игры. Книга Совершенный Код Стива МакКоннелла. Прекрасная книга для всех. И для начинающих, и для продолжающих, и для того, чтобы что-то вспомнить. В общем, она подойдет всем. Итак, в прошлый раз мы говорили о сокрете информации, но как бы идем дальше. И сегодня продолжим. И продолжим с такой подглавы. Определите области вероятных изменений в своем программном обеспечении. То есть, здесь идет речь о проектировании, реконструировании. Поэтому, если вы только попали на первое это видео, лучше посмотрите предыдущее. Но, для начала я загружусь. В прошлый раз, насколько я помню, я вроде бы взял уровень. Да, я взял уровень. Новый уровень. У этих безумных ученых я подмутил книжек. Там научная, еще какая-то электроника. Но, мне, по-моему, только одна книга что-то дала. Все остальное у меня типа на хорошем уровне и так прокачано. Так, вы находите интересный файл данных. А куда они качаются? Они, по-моему, куда-то вот сюда. Интересный файл. Ну и как мне его взять? Короче. Сейчас я... Так, что у меня? У меня вон 14 уровень. 12 тысяч еще опыта до следующего. Я вряд ли на здесь возьму. Как бы после этого я пойду... Пойду убивать... Ну, уничтожать базу создателя. Мне бы вот этих еще, кстати, освободить. О! Генератор силового поля. Ух ты! Круто! Ну, короче, я освободил, как вы видели, только что получил 2000 опыта. Но, короче, они все повзрывались. Почему они повзрывались? Скорее всего, у них были датчики на голове. Они радостно побежали. Пересекли какое-то поле. И благополучно померли. Ну, это не мое дело. Я-то их освободил. Я-то не знал. Че они сразу ломанулись? Так, я сейчас тут кое-че вот это повзламываю. Может быть, там что-то интересное. Интересного ничего нету. Это тоже зачем они закрывают постоянно эти ящики? Не удается взломать. Отмычек у меня, кстати, больше нету. У меня было две, а одна сломалась. Ух ты, 2000 чьи денег. А как это они взялись? Обычно там по 999 и не берутся. Обычно. Странно. Так, надену я силовую броню. Может подлечиться. С этим у меня чуть-чуть напряг. С лечением. Ну, с этими шприцами. Сейчас эту зловую. Может тут что-то есть. Сейчас пойду тех перебью. Ну и пойду дальше. И продолжим наши темы. Так, это, наверное, тоже заключенные. Если их, по идее, освобожу, то, по идее, мне тоже какой-то опыт дадут. А вдруг возьму еще один уровень. Будет круто. Так, ладно. Ладно, начинаем. Хотя, подожди, может они будут со мной разговаривать? Не, они какие-то упоротые. Если не упоротые. Та откуда здесь нормальные, кстати? Да, тоже такое еще скажу. На тебе. Так, ладно, идем дальше. Определите область вероятных изменений. Исследования показали, что всем лучшим проектировщикам свойственно предвосхищать изменения. Обеспечение легкости адаптации программы к возможным изменениям относится к самым сложным аспектам проектирования. Его цель заключается в изоляции нестабильных областей, позволяющей ограничить следствие изменений одним методом, классом или пакетом. И сейчас я скажу, как проходит подготовка к изменениям. Так, сейчас я тут. Ого, блин, у них лазерный пистолет, а что они не стреляли? Может, потому что они упоротые? Это, похоже, какие-то ненормальные. О! Это... А обмен у них будет? Не, нету. Так, походу, эти над ними эксперименты, наверное, проводят. Разве твой... Да, здесь... Да, это больные, как скажешь. О чём это ты? Конечно, я всё прекрасно. Пока же как, непременно. Вроде ничего тут... Я с ними... Эм... Я понял, ладно. И идём дальше. Так, надо на следующий уровень. Вот. Вот сюда. Так. Первое. То есть, подготовка к... Изменениям. Итак, первый пункт. Первый пункт у нас. Определить элементы, изменения которых кажется вероятным. Если вы выработали адекватные требования, они включают список потенциальных изменений и оценки вероятностей каждого из них. В этом случае определить вероятные изменения легко. Так, вон ко мне кто-то идёт. В этом случае определить список вероятных изменений легко. Если требования не описывают потенциальные изменения, далее вы найдёте список... Ну, не найдёте, а услышите список областей, которые меняются чаще всего. Независимо от типа проекта. Блин. Тут их немало. И тут фишка в том, что... Ну, роботы вот эти. А против робота, там вот эти были хороши, короче, эти. Сейчас я пойду возьму. Там гранаты такие электромагнитные или импульсные. Где они? Они тут где-то были. Попробую бросить. У меня надо было бросок прокачать. Точно, я не подумал. Потому что я прокачал... Вот, импульсная граната. А, и плазменная граната. Ну, попробую взять, но... Но, бросок. Что у меня с броском? Где тут характеристики? А, метание. 49. Блин, надо было... Я тяжелое оружие начал. А надо было метание прокачать. Ну, ладно. И так пойдет. Будем пробовать. Так, погнали. Так, определите элементы, изменения которых кажутся вероятными. Создайте отдельный класс для каждого нестабильного компонента. Или разработайте классы, включающие несколько нестабильных компонентов. Изменение которых, скорее всего, будет одновременным. 15% Ё-моё. 34. Сюда не доброшу. Не получилось, да? А, нет, смотрите. 106 здоровья потерял. И понеслась. Ой-ой-ой, сколько упырей. Да. О, нормалек. Смотрите. Сколько. Роботов. Померло. Нормально. На второй уровень съездим. И 1500 опыта. Ну, 1500. Круто. Так, ладно, идем дальше. Изолируйте элементы, изменения которых кажутся вероятными. Спроектируйте интерфейсы между классами так, чтобы они не зависели от потенциальных изменений. Спроектируйте интерфейсы так, чтобы изменение ограничивалось только внутренними частями класса. Изменение класса должно оставаться незаметным для любых других классов. Интерфейс класса должен защищать его секреты. И сейчас я перечислю несколько областей, которые изменяются чаще всего. Ну, первая область, это у нас бизнес-правила. Необходимость изменения программного обеспечения часто объясняется изменениями бизнес-правил. Оно и понятно. Конгресс может изменить систему налогообложения, профсоюзы пересмотреть условия контрактов и так далее, тому подобное. Если вы соблюдаете принцип сокрытия информации, логика, основанная на этих правилах, не будет распространяться на всю программу. Она будет скрыта в одном темном уголке системы, пока не придет время ее изменить. Да, гранаты вот эти импульсные, это очень круто, но больше у меня их нет. Будем валить винтовкой. Ну, попробую. Если будет все печально, то, конечно, мне лень, но можно было бы сбегать куда-то на базу и прикупить этих гранат. Тогда было бы, конечно, покруче. Ну, попробую валить в какой-нибудь там центральный... Ну, вон, в процессор. И что? Ну, 57, в принципе. Да, идея неудачная. Да ладно, что терять. Сбегаю и прикуплю этих гранат, потому что, походу, будет у меня этих еще... Роботов я встречу, наверное, немало. Поэтому один фиг. Побегу, заодно продолжим дальше. Так, следующая у нас область, которая изменяется чаще всего. Это зависимости от оборудования. Примерами модулей, зависимых от оборудования, могут служить интерфейсы между программой и разными типами мониторов. Принтеров, клавиатур, дисководов, звуковых плат и сетевых устройств. Изолируйте зависимости от оборудования в отдельной подсистеме. Или в отдельном классе. Это облегчает адаптацию программы к новой аппаратной среде, а также помогает разрабатывать программное обеспечение для нестабильных версий устройств. Вы можете разработать программное обеспечение, моделирующее взаимодействие с конкретным устройством и создать подсистему аппаратного интерфейса, использующую эту модель, пока устройство нестабильно или недоступно. Когда устройство будет готово к работе, подсистему интерфейса можно будет отключить от модели и подключить к устройству. Так, а где же вот это, вот это, вот это, в хабе или в могильнике, я все время путаю. Наверное в могильнике. А там вот эта военная база, о, могильник как раз рядом. О, крепость, да. Вот там по идее, думаю, можно будет у кого-то прикупить этих импульсных гранат. Итак, следующая область, изменяющаяся чаще всего, это ввод и ввывод. На чуть более высоком, в сравнении с аппаратными интерфейсами уровня, уровне проектирования, частой областью изменений является ввод-вывод. Если ваше приложение создает собственные файлы базы данных, его усложнение вполне может потребовать изменения формата файла. Аспекты формата ввода-вывода данных, относящиеся к пользовательскому уровню, такие как позиционирование и число полей на странице. Их последовательность, ну и тому подобное, изменяются не менее часто. В общем, анализ всех внешних интерфейсов на предмет возможных изменений, благоразумная идея. Блин, только одна граната. Всего лишь одна граната. Ну, в принципе, я сейчас, наверное, к тем подойду. Швырнуть, в принципе, смогу. И убить, наверное, сразу там двоих-троих. А дальше, если вдруг понадобится, то побегу дальше. Ну, так и сделаем. Да, так. Сколько мне еще? 221, да? Ай-яй-яй-яй. 221, вот так вот. Не, блин, 321, еще 100. Во. Так, дальше. Следующая область. Это нестандартные возможности языка. Блин, все, все, все. Готово. Нестандартные возможности языка. Большинство версий языков поддерживают нестандартное расширение, облегчающее работу программистов. Расширение это палка о двух концах. Потому что в другой среде, будь то аппаратная платформа, реализация языка другим пользователям, или новая версия языка, выпущенная тем же производителем, они могут оказаться недоступны. Ну, вот эти вот всякие расширения. Если вы применяете нестандартное расширение языка, скройте работу с ним в отдельном классе. Чтобы его можно было заменить при адаптации приложения к другой среде. Аналогично используя библиотечные методы, доступные не во всех средах, скройте их за интерфейсом, поддерживающим все нужные среды. А, тут что-то мне не рады, да. Ну да ладно, это с ними воевать, сейчас сколько времени тратить. С ними воевать ничего сложного нет, вот если не будет хватать, там, не знаю, может тысячи опыта, то можно будет прийти, перебить их. Так, следующая область, это сложные аспекты проектирования и конструирования. Скрывайте сложные аспекты проектирования и конструирования, потому что их часто приходится реализовывать заново. Отделите их и минимизируйте влияние. Влияние, которое может оказать их неудачное проектирование или конструирование на остальные части системы. Дальше переменные статусы. Что это такое, да. Переменные статусы характеризуют состояние программы и изменяются чаще всего, чем большинство других видов данных. Так, разработчики, определившие переменную статуса ошибки, как булеву, переменную вполне могут позднее прийти к выводу, что для этого лучше было бы использовать перечисления со значениями ErrorTypeNon, ErrorTypeWarning и ErrorTypeFatal. Использование переменных статуса можно сделать более гибким и понятным, минимум двумя способами. В качестве переменных статуса примените не булевы переменные, а перечисления. Так, я сохраню сейчас. Диапазон поддерживаемых переменными статуса состояний часто приходится расширять. Что в случае перечисления требует лишь перекомпиляции программы, а не масштабной ревизии всех фрагментов кода, выполняющих проверку переменной. И вместо непосредственной проверки переменной, используйте методы доступа. Так вы сохраните возможность реализации более сложного механизма определения состояния. Например, если вы захотите проверять комбинацию переменной статуса ошибки и переменной текущего функционального состояния. Вам будет легко реализовать это, если проверка будет скрыта в методе. И гораздо сложнее, если механизм проверки будет жестко закодирован во многих местах программы. Так, надо бы как-то сюда вот так вот подойти. Вот тварь, не стреляй. Давай. Офигеть. Это круто, только я сейчас сдохну. А не, он убежал, фух, нормально. Блин, я тупанул, я же был в городе, надо было шприцов накупить. Блин, тупанул. Ладно. Ладно. О, забегу-ка я сюда. Так, блин, я думал этот убежал, а он... А он передумал убегать. Ну, написано, что он при смерти. И чё? Сейчас все тут начнут... А, я не закончил ход. Ну всё. Давай, до свидания. Ой, блин, тут всё позакрыло-то. Так, размеры структур данных. Объявляем массив из 100 элементов, вы раскрываете информацию, которую никто не должен знать. Защищайте право на личную жизнь. Сокрытие информации не всегда требует создания целого класса. Иногда для этого достаточно именованные константы. Например, max employee. Позволяющие скрыть число 100. Ну, ещё вот такие вот числа в коде называют магическими числами. Потому что непонятно, что это за число, к чему оно относится. О, это совсем другое дело. Хотя, ладно, пусть будет. Гранаты тоже, в принципе, неплохая штука. Мне бы ещё этих шприцов... Было бы вообще круто. Но со шприцами, я смотрю, тут проблемка. И всё в мясе, смотрите, всё грязно. Понятное дело, что это мутанты. Им-то всё равно. Но, блин, могли бы помыть, почистить. О, вот это классно. Что тут ещё? Ну, вот этих ещё возьму. В принципе, всё больше мне не надо. Того добра у меня и так хватает. Так. Ну и деньжат, деньжат. Так, сохраним ещё. Во-о-о, пойдёт. Пойдёт. Так, основные области я перечислил. Идём дальше. Предвосхищение изменений разного масштаба. Обдумывая потенциальные изменения системы, проектируйте её так, чтобы влияние изменений было обратно пропорционально их вероятности. Обратно пропорционально их вероятности. Если вероятность изменения высока, убедитесь, что систему можно легко... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что систему можно будет легко адаптировать к нему. С большим вниманием на несколько классов... С большим влиянием на несколько классов, системы можно смириться лишь в случае крайне маловероятных изменений. Грамотные проектировщики также принимают во внимание цену предвосхищения изменений. Если изменения маловероятны, то его легко предугадать. Рассмотрите его внимательно. Чем более вероятны изменения, которые трудно спланировать. То есть, если изменения маловероятны, то рассмотрите его как более вероятны. Для того, чтобы там что-то перепроектировать. Один хороший метод определения области вероятных изменений подразумевает, что вы должны сначала определить минимальное подмножество фрагментов программы, необходимых пользователям. Это подмножество составляет ядро системы, и его изменения маловероятны. Затем вы определяете минимальные инкрементные приращения системы. Они могут быть совсем небольшими, даже тривиальными. Вместе с функциональными изменениями рассматривайте также качественные изменения программы обеспечения безопасности в многопоточной среде, поддержку механизмов локализации и т.п. Эти области потенциальных улучшений являются потенциальными изменениями системы. Спроектируйте эти области, используя принципы сокрытия информации. Определив ядро в самом начале, вы поймете, какие компоненты системы на самом деле являются дополнениями, и сможете с этого момента экстраполировать и скрывать аспекты возможных изменений программы. Так, мне надо подлечиться. Где тут? Где тут? Где тут? Вот они. И подзарядиться. Подзарядиться. Вот это, да? Не, не. Не, вот они. Ого! Блин, а пишет, что он выглядит без повреждений. Круто. А, он, походу, подлечился очень неплохо. Ладно, на тебе. Может, у него патроны закончатся, это будет попроще. Нет, не закончились. Опа, тут еще кто-то. Нормально. А этот плазменным, да, пистолетом стреляет. Надеюсь, крита не будет, я выживу. На тебе, блин. Давай, давай, давай. Так, поддерживайте сопряжение слабым. Сопряжение характеризует силу связи класса или метода с другими классами или методами. Наша цель создать классы и методы, имеющие немногочисленные, непосредственные, явные и гибкие отношения с другими классами. Что еще называют слабым сопряжением? В контекстах классов и методов, концепция сопряжения одна и та же. Так что, при обсуждении сопряжения, дальше будут называться методы и классы модулями. О, вот что у него было, да, он этим лечился и, соответственно, он выглядел не поврежденным, да, только из-за этого. Так, перезарядиться, подлечиться, сохраниться. Что-то опыта, кстати, маловато дали за это все. Хотя, не, нормально, смотрите, по чуть-чуть, да, я думаю, наверное, возьму все-таки этот уровень этот. Еще один, что будет круто. Так, сопряжение модулей должно быть достаточно слабым, чтобы одни модули могли с легкостью использовать другие. Например, железнодорожные вагоны соединяются с помощью крюков, которые при столкновении двух вагонов защелкиваются. Представьте, как бы все усложнилось, если бы вагоны нужно было соединять при помощи болтов, набора тросов и если бы вы могли соединить между собой только определенные типы вагонов. Механизм соединения вагонов эффективен, потому что он максимально прост. Соединения между программными модулями также должны быть как можно проще. Старайтесь создавать модули, слабо зависящие от других модулей. Отношения модулей должны напоминать отношения деловых партнеров, а не сиамских близнецов. Скажем, метод синус сопряжен слабо, так как нужную информацию он получает в форме одного значения, угла в градусах. Метод initWars, у которого там n параметров, сопряжен жестче, поскольку многие детали его работы становятся известными вызывающему модулю по передаваемым значениям. Два класса, зависящих от того, как каждый из них использует одну глобальную переменную, сопряжены еще жестче. Так, дальше у нас будут критерии оценки сопряжения. Но перед тем, как дальше пойти, мне надо бы все-таки завалить... ...завалить вот этого робота. О, круто! За робота неплохо опыта дают. И убить того робота. А убить я его смогу, когда я подойду и брошу в него вот это. А ну-ка... Метнуть. 54%. Упс. О, он... Написала, что промах, но он вроде при смерти. Значит, его задело. Значит... Значит, круто. И за него 402 опыта. Зашибись! Вот, за двух роботов 840 опыта. Нормально. Нормальды. Сколько? Вон уже. 5000-6000 надо мне до следующего уровня. Итак. Критерии оценки сопряжения. Какие они? Бывают, да? Ну, сейчас я их перечислю, эти критерии. Так, сейчас я подумаю. А, я сейчас... Блин, тут входы и оттуда, и оттуда. Я просто думал выманить их. Вот если бы вот здесь только один вход был бы, то было бы круто. Так, ладно. Перейдем к этим... К этим... Критериям оценки. Сопряжение. О! Круто! С одного выстрела. Нормально. Мертвый еще один. Значит, убегаю. Я их сейчас сюда выманю, пусть идут один по одному. Итак. Первый критерий. Первый критерий это у нас... У нас, у нас... Объем. Объем связи характеризует... Объем связи характеризует число соединений между модулями. Чем их меньше, тем лучше. А че я не могу стрельнуть? Четизм какой-то. Чем их меньше, тем лучше. Поскольку модуль, имеющий более компактный интерфейс, легче связать с другими модулями. Метод, принимающий один параметр, слабее сопряжен с вызывающими его модулями, чем метод, принимающий шесть параметров. Класс, имеющий четыре грамотно определенных открытых методов, слабее сопряжен с модулями, которые его используют, чем класс, представляющий тридцать семь открытых методов. Да что ж вы творите? Я всего лишь зашел поздороваться, а вы сразу за волыны, а вы сразу шмалять. Далее, дальше видимость. Видимостью называют заметность связи. Блин, опять его не видно. Заметность связи между двумя модулями. Программирование это не служба CRU. Никто не похвалит вас за удачную маскировку. Оно больше похоже на рекламу. Вам следует делать связи между модулями как можно более крикливыми. Передача данных посредством списка параметров формирует очевидную связь и это удачный вариант. Передача информации другому модулю в глобальных данных является замаскированной и поэтому это неудачная связь. Описание связи, осуществляемой через глобальные данные, в документации делает ее более явной и является чуть более удачным подходом. Но все же это глобальные данные. Гибкость характеризует легкость изменений связи между модулями. Идеальная связь должна быть как можно гибче. Гибкость частично определяется другими аспектами связанности, но в то же время отличается от них. Предположим, у вас есть метод lookupvocationbenefit, определяющий длительность отпуска сотрудника на основании даты его приема на работу и должности. Допустим далее, что в другом модуле у вас есть объект employee, сотрудник, содержащий, помимо всего прочего, информацию о должности и дате приема на работу. И что этот модуль передает объект employee в метод lookupvocationbenefit. С точки зрения других критериев, эти два модуля кажутся слабосопряженными. Так, сейчас, прошу прощения, тут вон стоит этот. Они кажутся слабосопряженными. Слабосопряженными. Связь двух модулей посредством объекта employee очевидна и является единственной. Теперь предположим, что вам нужно использовать модуль lookupvocationbenefit из третьего модуля, владеющего информацией о дате приема сотрудника на работу и его должности. Но хранит ее не в объекте employee. В этот момент модуль lookupbenefit начинает вести себя гораздо менее дружелюбно. Не желая связываться с новым модулем. Чтобы третий модуль мог обратиться к модулю lookupvocationbenefit, он должен знать о существовании класса employee. Он мог бы подделать объект employee, используя лишь два поля. Но тогда он должен был бы знать внутренние детали работы метода lookupvocationbenefit. Ему была бы необходима уверенность в том, что метод lookupvocationbenefit использует только два этих поля. Такое решение было бы небрежным и безобразным. Второй вариант мог бы заключаться в таком изменении метода lookupvocationbenefit, чтобы вместо объекта employee он принимал должность сотрудника и дату его приема на работу. В обоих случаях первоначальный модуль оказывается на самом деле гораздо менее гибким, чем казалось сначала. Возможен и счастливый конец этой истории. Недружелюбный модуль сможет завести друзей, если пожелает быть гибким, если вместо объекта employee он согласится принимать должность и дату приема сотрудника на работу. Короче, чем проще вызывать модуль из других модулей, тем слабее он сопряжен. Это хорошо, потому что такой модуль более гибок и прост в сопровождении. Создавая структуру программы, делите ее на блоки с учетом их взаимосвязанности. Если бы программа была куском дерева, его следовало бы расщепить параллельно волокнам. Так, счастье тут... О! Воу-оу! Это еще один уровень. Ну что, она не открывается? Закрыто. Да задолбали закрывать. Жлобы какие-то тут. От кого вы прячетесь? Вы тут одни, мутанты. Вас дофига ни один нормальный в здравом уме сюда вообще не сунется. Невидимка. Давайте возьмем. А, все возьмем. Сколько у меня опыта? Вон, еще 5000. Еще 4700 там с чем-то. Надо взять и новый уровень. Так, что я думаю я возьму? О! Мутант-толкаш. Смотрите. Самогон глушит. На рабочем месте. Ну ладно. Я тут смотрю еще один спуск. Дверь заперта. Как это ничего не даст? Взлом. Вам не удается всказать замок. А мне хотелось бы. F1. Так, как там взлом? Двойку нажимать, да? Вот, двойку нажимаю. Блин, давно надо было пользоваться. Вот я сейчас двоечку нажимаю. И как будто бы я туда мышкой лезу. Вашего умения недостаточно. Блин, заело. А это плохо. А это плохо, поэтому я загружусь еще раз. Ай, блин. Ладно. Я понял. Сейчас я перестрелил. Убью его еще раз. Еще раз. Кстати, а что там? По атаке. По атаке. О! А! Атаковать. Нормально. Блин, давно надо было эти горячие клавиши использовать. А я что-то тупил. В голову. Держи. Бэмс. Есть. Итак, какие бывают виды сопряжений? Сейчас я вам их перечислю. Простое сопряжение посредством данных параметров. То есть это когда два модуля сопряжены таким способом, если между ними передаются только элементарные типы данных. Причем передаются через списки параметров. Этот вид сопряжения нормален и приемлем. Так, сейчас я отмычки в руки возьму. Вот. Дальше. Простое сопряжение посредством объекта. Два модуля сопряжены друг с другом объектом параметров. Если объект 1 требует, чтобы объект 2 передал ему объект 3, этот вид сопряжения жестче, чем тот вид, при котором объект 1 требует от объекта 2 только примитивных типов данных. Потому что объект 2 должен обладать информацией об объекте 3. Дальше. Простое сопряжение посредством объекта. Модуль сопряжен с объектом этим способом, если он создает экземпляр данного объекта. С этим видом сопряжения так же все в порядке. Блин, а как же мне открыть эту долбанную дверь? Электронная отмычка может? Семантическое сопряжение. Надо было сразу так. Надо было сразу так. Далее. Семантическое сопряжение. Это самый коварный тип сопряжения. Имеет место тогда, когда один модуль использует не какой-то синтаксический элемент другого модуля, а некоторые семантические знания о внутренней работе. Блин, заперто. Да задолбали. О внутренней работе этого модуля. Ну и некоторые примеры такого вида сопряжения я сейчас перечислю. Это ничего не даст. Как это ничего не даст? Ничего не даст, говорит. Значит, надо ломать другим способом. Не электронной отмычкой, а обычной. Вот. Вам не удается вскрыть. Вам не удается вскрыть. Может науку использовать? Наука это у нас... Так, F1 где наука на семерке, да? Вам ничего не удается узнать. Вам не удается вскрыть, а как мне... Блин, вот это что? Ладно. Примеры такого вида сопряжения. Ну, к примеру, модуль 1 передает в модуль 2, управляющий флаг, определяющий дальнейшую работу модуля 2. Этот подход подразумевает, что модуль 1 должен сделать предположение о внутренней работе модуля 2, а именно о том, что модуль 2 собирается делать с управляющим флагом. Если модуль 2 определяет для управляющего флага специфический тип данных, перечисления или объект, этот вид сопряжения, вероятно, будет вполне приемлем. Так, дальше пример. Модуль 2 использует глобальные данные после их изменения модулем 1. При этом модуль 2 предполагает, что модуль 1 был вызван в нужное время и изменил данные так, как нужно модулю 2. Дальше. Следующий пример. Интерфейс модуля 1 утверждает, что метод модуль 1.initialize должен был вызван до метода модуль 1.routime. Модуль 2 знает, что модуль 1.routime как-то вызывает метод модуль 1.initialize. Поэтому он просто создает экземпляр модуля 1 и вызывает модуль 1.routime без предварительного вызова метода модуль 1.initialize. Ну, короче, это такая связь. Кстати, такие связи бывают, я могу сказать. Бывают и более жестче. Там такая просто завязка друг на друге, что это невыносимо. Так, ладно, следующий примерчик. Модуль 1 передает объект в модуль 2. Модуль 1 знает, что модуль 2 использует только три метода объекта из семи. Поэтому он инициализирует объект лишь частично, только теми данными, что нужны этим трем методам. Ну, я думаю, примеру хватит. Итак, семантическое сопряжение опасно тем, что изменение кода в используемом модуле может так нарушить работу использующего модуля, что компилятор этого не определит. Обычно это приводит к очень тонким проблемам, которые никто не соотносит с изменениями используемого модуля, что превращает отладку в сизифов труд. Суть слабого сопряжения в том, что грамотно спроектированный модуль предоставляет дополнительный уровень абстракции. Разработав его, вы можете принимать его как данные. Это снижает общую сложность программы и позволяет сосредотачиваться в каждый момент времени только на одном аспекте. Если для использования модуля нужно сразу учитывать несколько аспектов, механизм внутренней работы, изменение глобальных данных, неясную функциональность, сила абстракции исчезает, и модуль перестает облегчать управление сложностью. Классы и методы главные интеллектуальные инструменты снижения сложности. Если они не упрощают вашу работу, они не исполняют свои обязанности. Вот так вот. Классы нужно описывать и создавать не для того, что я так умею, а для того, чтобы упростить себе жизнь. Так, 7. Давайте, что-то я не знаю, как ломать ту дверь. Ничего, 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 ничего. Ой, елки-палки. Это что такое? Это дверь. Офигеть. Вот так вот. Блин, как я это заметил. Можно сказать, случайно заметил. Смотрите, что тут, ребята. Ладно, короче, в следующий раз. Ну, в следующий раз. Продолжим зачитывать, потому что, в принципе, там такая новая подглава начинается. Поэтому, кто не хочет, тут, ну, дальше смотреть. Тем всем спасибо за внимание. До новых встреч и все такое. А я, а я... А это что? Это не двери, случайно? Нет, пакость. Блин, тут, тут, короче, все разбросано. Я это через это все... Этот, как его... Перецепляюсь. А что, не могу выстрелить? А, вот. Ой, 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 что это? Я и сюда могу стрелять? А кто это? Ёлки-палки, я даже... Я не помню, чтоб я... Когда играл, вот это видео. Если сможешь доказать, что твой братство на самом деле лучший путь, я тебе помогу. У всех есть, да? Ты злодей, короче. Да, конечно, смогу. Не, ну, вот прям вот так вот я, конечно, не ожидал, что у тебя... Ой, а ты откуда взялся? Вы видели, сколько у него там этих стволов было? Да ну нафиг. Жесть. Вот это жестяк. Блин, я по-любому возьму уровень. Если... Откуда они берутся? Он что, их генерит или что? Да, блин, хоррэ. Блин, жизнь, жизни почти убили. Да. Да, откуда вы берете? Смотрите, откуда третий появился. Там какая-то тайная комната или что? На тебе. Да нет, это какая-то... О, красавчик. В принципе, нормально. Красавчик. Убил всех. Красавчик. Ёлки-палки. Ну вот реально, вот откуда они берутся? Блин, что делать, что делать? Возьму вот эту гранату. Подлечусь. А с лечением чуть-чуть проблемы. А если попробую убежать? Вот так вот. А-а-а-а! Реально жесть. Это просто... Это просто... А что интересно на том уровне, если бы я эти двери все-таки сломал? Да не, я сейчас, походу, буду загружаться заново. Потому что они откуда-то берутся, я вообще не могу понять откуда. Просто смотрите их. Конечно, тут опыта можно заработать немало, но... Тут выжить надо. Они откуда-то лезут. Ну вот-вот я и помер. Вот, загрузить. Блин, мне бы тут дверь, конечно, открыть. Открыть я не могу. Но вот эту дверь я даже и не видел. Она так замаскирована. Круто, конечно. Круто. Но как-то надо их... Вот они откуда-то то ли отсюда появляются. Но вот здесь не видно какой-то двери реально. Из вашего носа начинает идти кровь, тошнота. Короче, тут что-то такое, такая жесть, да? Давай-давай-давай. Блин, надо было сохраниться. Так, короче. Попробую последний раз. Я сейчас сохранюсь. Что я попробую? Я просто сейчас попробую отбежать оттуда. Ну, и их по одному выманивать, да? Пусть они будут подходить, и я их буду убивать. Потому что так проще. Потому что так выдержать весь этот напор, это, ну, нереально, не знаю. Это надо еще несколько уровней взять. Ну, или тяжелое оружие прокачать. Так, вот тут я сейчас сохранюсь. А это что? Пакость. А если я невидимку включу? Точно, возьму-ка я в руки невидимку. Ну, и типа, знаете, после сейчас такого неприятного разговора, я включу невидимку и попробую свалить. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ не соглашался умереть конечно мутанты о он промазал и я пытаюсь свалить похер ой прошу прощения пофиг он увидит меня и эти меня видят но я все равно пытаюсь откуда-то отсюда не походу вылазят а я все равно самое главное чтобы здесь знаете крит не прошло чтобы я смог все таки реально реально убежать о да 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 главное чтобы крит не прошел конечно конечно поле ладно последняя попытка и если еще то я это сам сделаю ну выманю их а потом после того как я выманю я сохранюсь и потом в следующий раз продолжил я тебя просто убью все ты да вот так вот так интересно конечно было бы примкнуть но это наверно сразу не карма бы упала там не бы все ненавидели о красавчик убил убил своего товарища надо было энерго броню надеть хотя не не надо про 40 рискнем рискнем дальше блин блин ну вот почти добегая почти добега ладно ребятки всем спасибо за внимание подписываемся ставим лайки комментируем и все такое сейчас это уже фоновом режиме сделаю выманю их ну а стрелять будем опять вместе с вами и зачитывать книгу дальше ну на этом всем спасибо всем пока